Французское телевидение начинает свой репортаж из Нанта, из Франции о матче 1-16 финала Кубку Эфа. Французский клуб Нанта встречается с Камышинским текстильщиком. На ваших экранах сейчас футболисты из Камышина, а трибуны бурно приветствуют своих любимцев, футболистов Нанта, футболистов в желто-зеленых полосатых футболках, которые сегодня должны устроить серьезный экзамен Камышинскому клубу. И все тут, чем мы говорили за эти два дня, которые находимся в Нанте, не сомневаются в победе своего клуба. Ну что ж, посмотрим. А сейчас составы команд о тех игроках, которые сегодня выйдут на поле. Нам сейчас представляют судей. Судья в поле, это судья Агус из Мальты. Ему помогают арбитры на линии Зарова и Замит. Вся бригада судей из Мальты. А теперь составы команд. Начинаем с гостей, с футболистов Камышинского текстильщика. В воротах Александр Килимонов, первый номер. Второй Алексей Морозов. Третий Александр Минаев. Четвертый Андрей Юдин. Пятый Валерий Жабко. Шестой Олег Морозов. Седьмой Виктор Новоченко. Восьмой Александр Цыганков. Девятый Владимир Филиппов. Десятый Сергей Волгин. И одиннадцатый Сергей Наталушка. Старший тренер команды Сергей Павлов. Хозяева поля футболисты Нанта. В воротах Давид Моро, первый номер. Второй Серж Ле-Дизе. Третий Кристоф Пиньоль. Четвертый Эдди Капрон. Пятый Кристиан Карамбе. Шестой Жан-Мишель Ферри. Седьмой Клод Макелеле. Восьмой Ренальд Петрос. Девятый Николя Уэдек. Десятый Ясет Ндорам. И одиннадцатый Патрис Локо. Старший тренер клуба Жан-Клод Сеото. Правого ворота Нанта. С левого ворота Текстильджика. Игра началась. Но сразу скажу, что футболисты Нанта в своей боевом доставят. Все ведущие футболисты в строю. Четверка игроков, которые выступали в последнем матче в сборной Франции. Это Карамбе, Петро, Сауде, Клако на поле. Ну а футболисты Текстильджика. Наша команда понесла потери. Не выступает Сергей Полтянов. Когда команда 16-го числа вылетала из Волгограда. Он летел, ложится на операцию. Не играет Юрий Гусаков. Вы помните, этот футболист забил первый мяч в московском матче с Бекеш Чабой. Он прилетел сюда в нам, но не играет, не тренируется здесь. Поддерживает ребят. Так что проблемы с составом у наших футболистов есть. Мы все надеемся, что сегодня они выступят достойно. И смогут оказать сопротивление клубу, который сейчас лидирует в чемпионате Франции. Вот с первых минут, как положено, хозяева пошли вперед. Первая попытка их проникнуть к воротам, а вот восьмой момент... Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Вот это психологическое давление может сказаться на наших игроках. Последний день за них это первый такой серьезный международный матч. Встреча с Декерчабой по уровню своему, конечно, уступает этой игре с Нандо. Давид Моро готовится вводить мяч в игру. Но в этом сезоне, пожалуй, одна была неопределенность у Жанны Глода Сиодо. Это с голкиперами. Постоянно менялись в воротах Моро и Касагранде. Но вот на этот матч, на очень ответственный и важный матч для Нандо поставили Давида Моро, поскольку давно в команде и на него надеются. Хорошо сейчас играет Олег Морозов. Трибуна 50, но абсолютно чисто по правилам Олег отобрал мяч у Патриса Локо. Раскручивается пружина французских атак. Вот первая неточная передача. Но все равно мяч остается у французов. Сдорам, ефт Сдорам, он оккупировал сейчас правый край французской атаки. Сергей Волгин пришел в свою штрафную и выдал мяч подальше. На чужую половину поля. Ну что ж, по первым минутам преимущества у хозяев поля. Они больше владеют мячом. Но так и должно быть. Нашим сейчас надо успокоиться, разобраться, не терять своих подопечных. Я вижу, что Валерий Жабко сейчас следит постоянно за Патрисом Локо. Старается далеко его от себя не отпускать. Но он сейчас ищет варианты, чтобы проникнуть к воротам текстильщика. Команда славится, атакующий игрок. В чемпионате Франции забила больше всех мячей. И сейчас лидер после 13 туров у Нанта 29 очков. И последнюю встречу они выиграли у Ланса со счетом 3-0. Два мяча провел Патрис Локо, а один Клод Макелери. А Николай Ауэдег эту встречу пропускал, отдыхал и готовился к поединку с текстильщиком. Так что сейчас клуб очень силен. И вот этот Тотах, одного из ведущих нападающих. Матча чемпионата Франции показывает, что клуб очень большое внимание уделил этой встрече. Алексей Морозов. Вот связка братьев Морозовых на правом фланге. Олег. И Владимир Филиппов издали удар. Ну что ж, первый угловой у ворот Нанта. Олег Морозов подает угловой. Пошли. Ошибки Виктора Новоченко. Хорошая возможность для контратаки. Из-под ноги Локо Александр Минаев выдал мяч за боковую. Передача в расчете на ход Владимира Филиппова. А сейчас режиссер французского телевидения еще раз повторяет динамичный момент. Нам шестикратный чемпион Франции. Правда, в последний раз это было давно. Он завоевывал свой титул в 80-х годах. И сейчас руководители клуба и все борельщики очень хотят, чтобы Нант стал чемпионом в этом сезоне, пока он уверенно лидирует. Но несомненные выступления в Кубке Уэфа это тоже огромной важности матча для команды, поэтому готовились к нему заранее. За три дня команда была посажена на сборы. База Нанта находится в 60 километрах от города, на побережье Атлантического океана. Готовились очень тщательно. Старались как можно больше информации добыть о Камышинском клубе. И вот первая минута показывает, что хозяева правят сразу провести мяч и получить то преимущество своего поля, которое поможет им довести эту встречу до победы. Еще раз. Арбитр показывает, что в этот раз неверно атаковали Есеттан Дорама. Кристоф Пиньоль готовится выполнить удар. Кристоф Пиньоль готовится выполнить удар. Сейчас меняются местами полузащитники. Дорам пришел уже на левый край. Против него Олег Морозов все-таки успел сделать передачу. Хорошо сыграл Филимонов. В момент он видел, прочел комбинацию до конца. Хорошо сыграл на перехвате. Юдин. Очень плотно стараются играть и защитники, и полузащитники Нанто. Сразу в середине атакуют наших игроков. Не дают развивать комбинацию. Петро в хорошую передачу сделал. И снова подрос с мячом. Сейчас катакующему дуэту Нанто. Луко и Уэдек добавился в нее Фетт. Дорам тоже много забивает. Они очень часто меняются местами. И Луко, и Уэдек, и Дорам. А второй эшелон это и Петро, и Клод Макелеле. Такой каток. Атакующий каток Нанто сейчас постоянно накатывается на позиции камышенских футболистов. Наталушка. Пытался ему помочь Александр Саганцов. Но передача была сделана не точно. Сергей Павлов на скамейке запасных тренерский штаб текстильщика. Да, очень нелегко ему в эти минуты. Сам пытался успокоить ребят еще. Вчера на тренировке говорил им о том, что надо показать свою игру. Не волноваться, сыграть свой футбол. Но чувствовалось волнение у ребят. И потому, как они проводили вчерашний день, вчерашнюю тренировку. И сегодняшний день очень тяжело. Для многих это действительно первый серьезный международный матч. Первый. И провести его надо изо всех сил, чтобы в Москве, а матч будет проходить ответный в Москве, добиться положительного для себя результата. Конечно, очень огорчились и камышинские футболисты, и болельщики тем, что матч в Камышине не будет играться. Но Нанта остался очень недоволен приемом в Волгограде. Поэтому было направлено письмо в UEFA, и даже в Волгограде не разрешили проводить ответную встречу. Игра будет 1 ноября в Москве на стадионе «Динамо». Я думаю, будет очень интересная встреча. На «Динамо» с Камышинским сыграли отлично. Ведь сейчас мы надеемся, что отлично сыграют и с Нанта. Братья Морозовы у мяча. Они всегда вместе, в автобусе вместе сидят, на шестом месте. На шестом ряду кресел слева и вот здесь вот на правом фланге. Алексей. Сергей Волгин пытался выиграть борьбу за верховой мяч, но арбитр показал, что подталкивал он защитника Нанта. А справа набегал в штрафную Патрис Лако. Именно ему была адресована передача. Пытались мы вчера, разговаривая с Камышинским, спортивным директором Нанта, выяснить, как относятся, как оценивают Камышинский клуб, специалисты. Камышинский говорит о том, что агрессивная команда, играющая в атакующий футбол. Фактически нет таких техничных футболистов, как и он видел в Волгоградском роторе, но команда сама по себе. Командной игрой сильна, даже сильнее ротора. И вот этот командный дух, командную игру опасается. Руководство и тренера Нанта. Хорошая передача. Нандорама. Это Макелеле издали бил. Ну что ж, попытка контратаки у Камыша на Талушка. Хорошо двоих обыграл. Можно продолжать атаку. Справа хорошо открылся Олег Морозов. Ему передача. Волгин. Очень уверенно сейчас владели мячом среди Николья. Соболисты и Дистильщика. Что ж, вот и первая Ласочка. Двадцать минут уже сыграли команду в первом тайме. Но Дистильщик Камышин счет не открыт 0-0. Пеньоль сделал передачу с глубины поля. В расчете на ход Макелеле. Вот такие передачи с глубины поля на край часто практикуют и защитники. И хорошо их выполняют. Это Рос. Положение вне игры. Положение вне игры. Боковой арбитр поднял еще до удара французского футболиста флажок. Трибуны, конечно, гудят. Конечно, недовольны. А вот сейчас на повторе. Но здесь только арбитр мог определить, было положение вне игры или нет. Настолько сложная была ситуация. На одной почти линии находились футболисты. Но боковой арбитр зафиксировал положение вне игры. Гол не засчитан. Счет остался прежним. Но, во всяком случае, первый опасный звонок. Дали возможность пробить почти с линии площади ворот. Петро вас подает угловой. Стали разыгрывать его. Виктор Новоченко бросался под удар. Вот и Кристиан Карамзе пошел вперед. Трибуны так удивленно выгудели. Сергей Наталушка чуть было не перехватил эту передачу в вратарях. Дарамзе показывает, что можно играть. Не всем Дарамзе ничего. Сейчас оставляют фланги свободными футболисты нам для подключения защитников. Справа открылся Клод Маккерелли, ему передача. Против него Алексей Морозов. Вот так через себя в падении приходится Сергею Волгину выбивать мяч из своей штрафной. Ну что ж, как и положено хозяевам поля, нам атакует чаще и острее. Очень жестко ведут борьбу французские футболисты за мяч. При Кристиан Карамзе там некому ему помочь. Передачу сделал Клод Маккерелли. Вот так кулаками Филимонову приходится мяч выбивать совершенно правильно. Там были свои чужие игроки. Ловить мяч было бы очень опасно. Пеньоль. Отличный удар и хорошо играет Александр Филимонов. Успел дотянуться, успел выбить мяч на угловой. Это Кристиан Карамбер. Приходится при выполнении угловых он чужой штрафной издали пытался поразить. Рота 23 года этому защитнику. Очень цепкий, очень жесткий. И специалисты, которые смотрели матч Франция-Румыния, отборочный матч чемпионата Европы, отмечают, что все четыре футболиста НАТО хорошо смотрелись на поле. Ну и игру Кристиан Карамбер отмечают в первую очередь. Ну вот он сейчас на поле. Требуется ему помощь. Появляются врачи, врач-массажист НАТО. Ну что ж. В половину первого тайма уже футболисты сыграли. Преимущество НАТО, но я думаю, что... Пока удается нашим ребятам сдерживать атаки хозяев поля, есть ошибки. Иногда упускают своих игроков защитники. Надо успокоиться и повнимательнее сыграть. Прежде всего, повнимательнее сыграть. В обороне нам сейчас показывают эпизоды из матча чемпионата Франции. Мяч проводят футболисты НАТО. Ну а чем-то? Это уже Андрей Юдин подключается к атаке. Недоволен Владимир Филиппов, но арбитр зафиксировал, что нарушение правил было со стороны текстильщика. Стучат барабаны, стучат барабаны. Трибуны тут особенно за воротами оделись. Желто-зеленые канареечные цвета. Ну, футболистов нам-то так и называют канарейками. И символ клуба «Большая канаре» полио. Вот еще одна передача. Длинная передача за спину защитников. Так, тоже любят атаковать большинство. И на будущее тоже просим извинения за технический брак при нашем репортаже. Бывает. Бранцузы подают угловой. Финальд Педрос. Здесь Сергей Волгин приходит уже в свою штрафную, борется за верховые мячи. Еще один угловой уже с другого края. Сейчас будут подавать французские футболисты. Ну, пошел выполнять Серж-Ледизе. Фрега, фрега! Это уже Валерий Жабко выбил мяч за боковую. Жабко постоянно, как тень, сейчас преследует Николая Дека. Сергей Наталушка вел борьбу в воздухе. Что показывает арбитр в финальте? Сергей Наталушка пришел помочь своей команде, Посмотрим. Упал на землю Жан-Мишель Ферри. Один из самых опытных игроков НАТО и арбитра встречи. Мальки Агут зафиксировал нарушение правил у нашего игрока. Финальти сейчас будет выполнять Николаю Эдек. Оставим на совести арбитра этот эпизод. Была борьба, но, мне кажется, вверх выпрыгивал Наталушка. Николаю Эдек стольчен. Ну, будет у нас еще время разобрать этот эпизод. Угадал направление удара Александр Кремонов, но настолько сильно пробил Уэдек, что в ядерном мячу нашему вратарю было почти невозможно. Матч с Ротером, который проходил здесь, в Нанте, его Эдек пенальти не забил. Мы к тому времени уже били футболисты Наталушка, а вот сейчас он в пенальти открыл счет. И мне все-таки кажется, что арбитр поспешил и среагировал на эффектное падение в штрафной. Жан-Мишель Ферри. Еще раз нам показывают, какой Эдек выполнял в пенальти уже в другом матче. 1-0, 1-0, случилось это по моим, по моим часам на 33-й минуте. Матч нам ведет Николай Эдек, провел этот мяч. Чисто отобрали мяч Улако. Сейчас вот такая дуэль, Филиппов и Карамбер. Наш игрок мяч отобрал. Вот сейчас можно было сделать пораньше, чуть-чуть передачу на Олега Морозова. И Волгин ездили. Пытался нанести прицельный удар. Пытался нанести прицельной. Снова в атаке футболиста Нанта. Неудачный рикошет. Я уже говорил о том, что крайние защитники это Саш Ледезе и Кристоф Пиньоль часто подключаются к атакам. Ледезе действует справа, а Кристоф Пиньоль больше слева. И снова атака. Виталявый дек. Передачу штрафную здесь уже арбитр в финале не дает. Но не все же. Каждое падение ознаменовывать 11-метровым штрафным ударом. Ударом. Успел подстраховать Алексей Морозов, Валерия Жабко. Вот мы сейчас еще раз видим на повторе падение Рональда Петроса в нашей штрафной площади. Рональда Петроса подает угловой. Очень высоко. Выпрыгивает Эдди Капрон. Хорошо ведут борьбу угловой. И защитники, и полузащитники Нанта. Здраво, Барсуэль. Валя. Олень. Олень. Вывы. Вывы. Олень. Валя. Валя. Трибуны сейчас, конечно, поддерживают, поддерживают, гонят вперед хозяев поля. Даже не слышно маленькой группы поддержки, которая приехала сюда помочь текстильщику. В составе 44 человека, это работники Камышина, Волгограда, специалисты Треста, Волгоградстрой. Вообще, Волгоградстрой спонсор текстильщика из Камышина. Смотрим эту атаку угловой. Вот проходы по краю очень опасны. Немного занервничали наши ребята вот здесь, конечно, чтобы услышать своих, но что могут делать 44 человека, болельщиков наших против 30 тысяч французских поклонников. Ну а угловой сейчас будут подавать футболисты «Нанта». И снова в центре внимания режиссеров и операторов был Сергей Наталушка. «Насадная срезка». «Насадная срезка». «Насадная срезка». Сейчас наши защитники стараются подальше выйти вперед, отойти на штрафной. Но в атаке расчет на высокий рост и умение вести борьбу за верховые мячи и вообще силовую борьбу Сергея Наталушка и Владимира Филиппова. Но пока опасных моментов они у ворот Давида Морона не создали. Все внимание, все силы приходится сейчас отдавать в защите собственных ворот. А сейчас нарушение в центре поля. Николай Уэдек нарушил правила. Справа открывается Олег Морозов. И сречен снова французов Кадрот. Один свободен. Лукоем у передачи. Кадрот. Сдаром под удар. Хорошая комбинация разыграли, а продолжается атака. Сдаром. Сбросы мещают. Короткие передачи назад. Кадрот. Кому-то из своих игроков очень опасно. Что Владимир Филиппов около своей штрафной ввел борьбу, нарушил правила. Но арбитр ограничился только устным замечанием. Очень часто владеет мещом Кадрот. Через него строится большинство атак. Пеньоль. И отворот. Клод Макириле эту борьбу за мяч верховой не выиграл. А вот Сергей Павлов у бровки. Интересно узнать, какие сейчас указания он дает нашим футболистам. Жанкова Циаду тоже нервничает. Понятно. Его волнение хочется французскому тренеру сразу добиться такого результата, который бы предопределил спокойное течение московского матча. Подходит к концу первая тайма. Идет 42-я минута. Снова в атаке футболиста Нанта. И снова Ирнальдо Педрос. Против него Валерий Жабко. Ну, футболисты, наверное, тоже сильные в атлетичном футболе. Хорошо они подготовлены физически. И силовую борьбу выдерживают и ведут ее неплохо. И снова перевод хорошего мяча. С одного фланга на другой. Педрос. Водох. Кот Макелеля тоже очень любит и умеет вести борьбу за верховые мячи. 21 год этому полузащитнику Кот Макелеле, он неплохо выступает в этом сезоне, забивает мячи, очень важные для нанта, мячи правда делают это в основном в чемпионате Франции. На этот раз нарушили правила уже французские футболисты Эдди Капром. На пару они с партнером по команде атаковали Александра Цыганкова. Алексей Морозов готовит выполнить штрафной удар. Хватается за голову Валерия Жабко, он мог ударом поразить сейчас ворота французов. Сергей Волгин тут, но это был не удар, он просто пытался сделать передачу назад. Подскользнулся момент удара Валерия Жабко, поэтому не получился. Хороший такой, сильный прицельный удар. Раскочил у него опорная нога в момент удара. Ну что ж, первый опасный момент отметим в создании наших футболистов на исходе первого тайма и продолжают атаковать. Наталушка хорошо выиграл этот мяч. Аплодирует своему партнеру по команде Александр Цыганков. Хорошо сыграл Сергей Наталушка. Ну что ж, в концовке первого тайма две очень хорошие атаки провели футболисты Текстильщика. Я думаю, что сейчас ёкнуло сердце не только у Жанны Клода Сеодой, у болельщиков Нанта ёкнуло сердце. Хорошие две атаки могли они завершиться точными ударами. И снова передача, длинная передача. Но Ренальд Педрос упускает мяч за линию ворот. Так уже отбойно вынужден играть Кристиан Карамбе. Сейчас наши футболисты будут сбрасывать мяч из-за боковой. Не точная передача. Не успеет к этому мячу Олег Морозов. И Давид Морозов от своих ворот будет вводить его в игру. А нам показывает атаку Текстильщика, когда вот этим ударом мог поразить цель Валерия Жабко. Но ещё раз повторяю, просто проскользнула у него опорная нога в момент выполнения удара. Хороший был момент. Ну что ж, орбита встречи даёт звездок. После первого тайма счёт встречи на Текстильщика 1-0. Я напомню, что в пенальти счёт в этой встрече открыл Николай Оэдек. Мы приглашаем до стадиона Ля Божжуар. В Наньте, где начался второй тайм-матч 1-16 финала Кубка Уэфа, играет местный клуб «Нан». И Камышинский Текстильщик после первого тайма счёта 1-0. Хозяева поля ведут. Этот мяч провёл на 33-й минуте Николай Оэдек в финальте. Итак, справа от нас ворота Текстильщик. Они играют в синей форме. Слева нас, нас атакуют. Нарушил правила сейчас, конечно же, нарушил правила Валерий Жапко. И ему орбитр встречи Мальдии Загус показывает жёлтую карточку. Сзади пытался выбить мяч. Попал в ноги французского игрока. Несомненно, жёлтая карточка. А пока устанавливается стенка. Я скажу, о том, как проходил первый тайм. С первых же минут атаковали хозяева поля французские футболисты. Хорошо играли. Впереди три нападающих клуба Лакоуэдек и Мефед Нарам. Хорошо дирижировал ими Ренальд Педро. Преимущество было и территориальное, и игровое. Но вот один мяч они забили. То есть фенальти весьма сомнительного. Я думаю, это заслуга и камышинцев. Посмотрим, как они отыграют второй тайм. А сейчас опасный момент. Доворот где-то 23 метра. Кто будет бить у хозяев поля? Сейчас закончится атака НАТО. Я познакомлю вас с оставами команд. Она не кончается. Угловой заработали хозяева поля. Патрик Лако на ваших экранах. Один сын номер НАТО очень активен. Много перемещается по фронту атаки. Но вся тройка нападений это и Лако, и Уйдак, и Неофен Суарам. Много перемещаются, меняются. Местами стараются запутать наших защитников. Иногда им это удается. Ну, спокойно. Александр Филимонов с мячом. И состав текстильщика в воротах Филимонов. Второй номер Алексей Морозов. Третий Минаев. Четвертый Юдин. Пятый Жабко. Шестой Олег Морозов. Седьмой Новоченко. Восьмой Чаганков. Девятый Филиппов. Десятый Волгин. Одиннадцатый Наталушка. Эти футболисты играли в первом тайме. Они же и вышли в начале второго на поле. Старший тренер команды Сергей Павлов. Впереди у нас играют Владимир Филиппов и Сергей Наталушка. Стараются постоянно держать напряжение оборону Нанта. Иногда выигрывают верховые дуэли, но тяжело. Мощные футболисты Нанта. В всяком случае, силовую борьбу и борьбу за верховые мяча они ведут хорошо. А теперь Ананти. Состав Нанта. Ворот от Мороз. Второй номер Леди Зе. Третий Пеньоль. Четвертый Капром. Пятый Карамдо. Шестой в серии. Седьмой Макелеле. Восьмой Петро. Девятый Уэдек. Десятый Дорам. И одиннадцатый Локо. Старший тренер клуба Жан-Клод Фиодо. Изменений пока в составах нет. Те же футболисты, которые играли в первом тайме, вышли в начале второго. И сейчас Нанта атакует, владеет мячом на нашей половине поля. Хорошо сейчас наши виды борьбы. Так же, как и в первом тайме, стараются встречать путь центрального круга. Подальше отодвинуть линию обороны от своей штрафной площади. Иногда это удается. Но часто запутывают своими перемещениями футболисты Нанта, наших защитников. И есть у них моменты. Были моменты в первом тайме для того, чтобы нанести трюцельный удар. Один раз просто выручил команду Александр Перемонов, когда после удара в звери он перевел мяч на угловой. Ну еще раз наши нарушили правила около своей штрафной площади. Перемонов выходит. Хорошо. Вовремя он вышел. Хорошо мяч забрал. С ним даже никто оборотов за верховой мяч не стал. Высок ростом наш Александр Перемонов и верховые мячи выигрывает. Вперед уверенность. Я уже говорил в первом тайме, что стадион здесь вмещает, ну на мой взгляд, тысяч сорок. Хотя хозяева и говорят, что где-то тридцать. Он сегодня запомнит до отказа. И маленькая группа наших болельщиков почти здесь не слышна. Но это наши болельщики из Камышина, с почета бумажного комбината, представители Треста «Волгоградстрой». Одного из спонсоров текстильщика. И в частности директор этого Треста Сергей Владимирович Амонский. Много помогает команде. И на деньги спонсоров существует Камышинский клуб. Ну так же, в принципе, как и Нанта. Потому что основной заход клуба это все деньги, которые вносит бюджет Нанта. Мэрия города и мэрия департамента. Департамент Атлантик, который представляет нам и все сейчас. Очень хотят, чтобы этот клуб во Франции добился победы и в этом матче. И сейчас он здорово просто выступает в чемпионате Франции. Все ждут седьмой победы Нанта в чемпионате своей страны. Клуб действительно очень хороший. И по матчам с Ротером, и вот по первому тайму матча с текстильщиками мы в этом убедились. Но пройти оборону можно. Новоченко пил издали. Вот Макелеля. Быстро начинают атаку. Федрос уже справа. Федрос и против него Александр Саганков. Уходит он от нашего игрока. Но в последний момент подстретовал Андрей Юдин. Быстро Рональдо Педрос очень хорошо видит поле. И взаимодействие с партнерами у него просто великолепная его передача. Где-то метров на 30, на 40. Засты на наших защитников часто вставили в тяжелое положение оборону текстильщика. Футболисты Нанта очень серьезно относились к этому матчу. За три дня две игры заперлись на своей базе. За городом готовились очень тщательно. Очень боялись того, что атлетичный жесткий футбол им навяжен футболисту текстильщикам. Но так оно и получается. И наши сейчас смелее пошли вперед. Чаще атакуют. Чаще владеют мячом. Впрочем, это было под первым минутом в первом тайме. Слеги Наталушка снова пытался сбросить мяч в расчете на то, что первым с ним успеет Владимир Филиппов. Наталушка стал невольным виновником пенальти. Но здесь, по-моему, чисто он вел борьбу Жан-Мишелин Ферри. Софтенальти на совести арбитра. Он показал, что было нарушение. Толчил спину, но мне. И мы на повторе смотрели еще раз этот момент. Мне показалось, что вверх выкрыгивал Сергею Наталушко. А в данном случае не опирался он на соперника. Дорам Макелилев очень хорошо действует. На правом фланге против Дорам тоже, как и Уэдэк, как Улако часто уходит. То на левый фланг, то на правый. Вот что удивительно, вот эта атакующая тройка. Дорам сейчас очень эффектно, эффективно поддерживает Улако и Уэдэка. Образовалось только в этом сезоне. В прошлом году пару Николяву Уэдэку, который стал одним из лучших снайперов чемпионата Франции, составил Самсон Сиася. Но вот сейчас он, Сиася, уже место себе Нанди не находит. Его хотели продать, правда покупателя не нашлось. Хорошо сыграл Новоченко Наталушка. Угловой показывает боковой арбитр. Угловой заработает футболистик и стильщик. Волна прокатывается по трибуном стадиона. Ле Бажуар. Десять лет этому стадиону он был построен в чемпионате Европы 1984 года. Но еще он носит второе имя. Луис Фонтенов, честь президента НАТО, скачавшегося в 89-м году. Но Ле Бажуар так привыкли. И вот сейчас он ждет победы от своих любимцев, от футболистов НАТО. Но и текстильщик с голосом, если судить по первым минутам второго тайма, не собирает. Есть возможность нанести еще чувствительное урон французскому клубу. Сегодня один французский клуб в Бордо проиграл в катавице польскому клубу ГКС. Первый матч 1-16 финала 1-0. Там была равная борьба и французский, и футбол. Хотя он на подъеме. Но с ним можно бороться. Поляки это заказали. Хотя и у футболистов в банку были шансы. И вот желтая карточка, она показана Федросу. Насколько я могу судить, да, Рональд Федрос заработал. Ну что ж, грубость должна быть наказанная, даже когда грубо играет хозяева поля. А он пошел прямой ногой. Посмотрите еще раз, этот момент Андрей Юдин получил травму. Ну что ж. Вот это признак того, что волнуются и хозяева. Андрей поднялся. Да. Как говорят футболисты, накладка. Очень неприятно. Как Куча Юдин играл активно в первом зале. Но он здесь перед матчем встретился с Эдуардом Соном. Вы помните, конечно, это футболисты, который выступал за Днепропетровский Днепр. Там же и Андрей играл долгое время. Эдуард приехал поболеть за нашу команду. Исана Назера. Он сейчас уже выступает за футбольный клуб этого маленького городка. Среди, положенного здесь же, в этой области, Атлантическая Британия. Приехал поболеть за своих, посмотреть на игру в Камышевском текстильчике. Конечно, клуб достался, текстильчик очень и очень сильный. И я могу сказать только одно, что еще ни одному нашему клубу, ни советскому, ни российскому, нам пройти у начих Еврокубков не удавалось. Ротер потерпел поражение в двух играх в этом году. Ну а также терпели удачу матча с «Нантом» и в московский «Динамо» и в московский «Спартак». Разностранных громких засух у «Нанты» нет. Один раз только в сезоне 79-80-го года играл «Нант» в одной, второй полуфинале Кубка Кубков. Проиграл он испанской «Валенсии» в тот год. Но сейчас сильная команда, я ничего не могу сказать. Очень сильная команда, вы, конечно, это увидите. Зоран не стал бить, сделал передачу на Кирилле. Вот эти переводы мяча с фланга в центр штрафной в расчете на то, что кто-то из игроков выиграет борьбу за верховой мяч, но они очень опасны в исполнении полузащитников «Нанты». Передач был направлен на Андрею Юдину, перехватили мяч, и вот Клод Макелелли идет вперед. Вроде с него Сергей Волджин. Педро. Александр Минаев хорошо подстраховал своих игроков. Он выполняет роль центрального защитника, но а так это продолжается. И снова Минаев выносит мяч от своей штрафной. Регена Талушка. Также Цепп попытается играть и футболисты «Нанто». В центре поля встречают наших футболистов. Новоченко. Получилась передача на край. Новоченко в пас не вышел, рассчитывал он, что пойдет штрафную Вадима Филиппов, а то он закрывался ему навстречу. Ну, мы привыкли к тому, что в игре текстильщика хорошо просматриваются, прежде всего, такие связки на флавнице, в частности, на правом, где братья Морозовы взаимодействуют очень много и очень продуктивно. Но сегодня Алексею Морозову приходится много перемещаться по фронту своей обороны. Очень много перемещаться, поэтому не так явно эта связка сегодня просматривалась. В газоне сейчас футболист «Нанто», трибуны еще раз свистят. Конечно, они требуют, так сказать, от судей наказания в этом эпизоде Андрея Юдина. Но орбитер, судья из Мальты, сейчас ограничивается опять устным замечанием, но вы видите здесь количество нарушений со стороны того и другого клуба. У камышинцев уже 12-е нарушение, в то время как у «Нанто» — 5. Естественно, футболисты из Камышина больше времени проводят в обороне, поэтому нарушения правила они допускают чаще. Не надо спешить. Сейчас в СДЗ вводит мяч из-за боковой, и он же выполняет опять передачу. Хороший удар. Я говорил о том, что очень опасны вот эти передачи. И сейчас Николай Уэдэк опередил наших защитников и послал мяч головой всех в СДЗ в ворот. Пожалуй, вот эта тройка — Педро, СДЗ и третий номер — Синьоль. Лучше всех выполняют эти переводы мяча. Они были очень опасны. Посмотрите еще раз, как здорово играет Николай Уэдэк на опережении. В данном случае Валерий Жабко не уследил за своим. И за Виум первым таймом под фонаром держал Уэдэка. Ну что ж, чет становится 2-0. Это уже неприятно. Случилось это на 16-й минуте. Второго тайма Николай Уэдэк провел свой второй мяч. 2-0 нам отведет. Это уже серьезно. Счет 2-0, конечно, очень большие шансы дает французским футболистам перед ответной встречей в Москве. Сиганков. Нет, здесь наших первых мяч не оказалось. Жабко в подкате успеет выбить мяч. Нет, выбить мяч не успел, но атаку задержал. Сдал возможность своим отойти назад. Продолжает нагнетать темп футболиста «Нанта». Локо. Мяч он догнал, но Андрей Ильдин дал спокойно выкатиться за линию ворот. Патрис Локо. Очень быстро, много забивает. 23 года подобралась такая неплохая компания 22-23 летних футболистов «Нанта». Все они воспитанники молодежной команды клуба. Здесь есть специальный такой питомник молодых 58 человек. Сейчас в таком спорт-интернате «Нанта» они тренируются очень часто с основной командой. И занимаются здесь, на базе клуба в городе. Хорошая передача. Епент-дарам. Один штрафной бьет. Ну, подпишил, может быть. Подпишил с ударом. Открывались партнеры в дальние штаны. И хорошо занял позицию Александр Килимонов. Очень часто вот этими перемещениями запутывают им Дорамы, Локо и УТЭК наших защитников. И сейчас оказалось с вами ехать Дорамы-1 штрафной. Нарушение правил уже со стороны француза. Конечно, опирался французский игрок на спину Сергею Волгину. Ну что ж, нашим надо искать какие-то шансы в атаке. Во всяком случае, счет 2-0 очень неприятный. Хорошо бы забить мяч на поле противника. Ну, конечно, это мои мечты. Я думаю, мечты всех наших болельщиков, которые смотрят этот матч. Смотрят наш репортаж в поздную ночь. Я думаю, мы все сейчас болеем за ребят и желаем им из этого забитого мяча и хорошей атаки. В конце первого тайма прошли 2 очень острые атаки текстильщика. Был шанс провести мяч в ворота Давида Моро. Мы все надеемся, что будут еще шансы у нас во втором тайме и забьем. Забьют футболисты текстильщика. Постоянно сейчас пара такая ходит по правому краю. Патрис Лако и Сергей Волгин. Сергей, пожалуй, самый опытный в команде. Все силы отдает он. Еще одна передача. Очень опасны эти переводы мяча. Хорошо открываются, уходят от своих опекунов и выигрывают борьбу за верховой мяч. И у Эдек и Макелеле. Еще одна передача Серимонова. Передача была на ближнюю штангу. В расчете на то, что Петро здесь первым будет на мяче. Но мяч в руках Александра Серимонова. Давид Моро нечасто вступает он в игру. Здары по его воротам были, но не совсем точно. Ошибки сейчас в центре Александр Тагазмов. Контроатака Нанта. Искали, опять искали Рональдо Педроса. Макелеле. Арбитр показал, что Макелеле просто вскочил на спину в Минаеву. И поэтому штрафной выполняют футболисты из Камышина. И снова борьба вверху. Наталушка с Сешей Дизе. Сергей хорошо развернулся, прикрыл мяч корпусом. Атака дальше не пошла. Передачу сделать было некому. Валерий Жабко вводит мяч из боковой. Сюда и далеко. Удар издали. Не получился удар Александра Цыганкова. Все шЛИДЗ выполняютフ閃iums. Снова Педроас. Уже двое, трое его пытаются сдержать. Все-таки сдержали. Да, неплохую команду. Здоровскую команду, можно сказать, так создал Жан-Клод Сиадо. 11 лет он сам играл в составе «Нанта», был чемпионом Франца в 66-м году. Тоже в составе «Нанта» и сейчас. Из его молодых игроков, которых он тренировал в молодежных и юношеских командах «Нанта», выросли классные футболисты. Арбита показывает, можно играть, не афредо-дорам с мячом. «Наталушка» и на ход Морозову. Не могу сказать, каком очень похожи, братья. Олег Морозов, 6-й номер, текстильщик. Только по номерам их можно различать, потому что действительно братьев очень похожи. Мы тут спрашивали, как же различают их в команде. А они говорят, да никак, по номерам. И снова на ход нефредо-дораму. Против него Цыганков. Цыганков он прошел, сделал передачу, хорошую передачу. Сергей Наталушка борется. Прикрыл мяч корпусом, оставил его у себя. Распешил в передаче Андрей Юдин. Был у него время, никто его не атаковал. Постарался побыстрее мяч перевести на край, сделал это не точно. Продолжают атаковать французские футболисты. Продолжают. Ненасытно их желание поразить, еще раз поразить ворота фиксильщика. Но это понятно, и трибуны подгоняют их вперед. Вроде спокойный городок Нант. Небольшой, всего лишь 300 тысяч жителей здесь. Но вот на стадионе они болеют неистово. Вроде бы север Франции, вознокровные бретонцы. Но как они поддерживают команду. Лако не успел проскочить в нашу штрафную. Постоянно то справа, то слева прощупывают оборону. Проверяют ее на прочность. Сергей Наталушка. Старается сейчас зацепиться за мяч, закрыть его корпусом. Правда, все это в середине поля. Очень тяжело. Или один Наталушка, или один Владимир Филиппов остаются против двух, трех, иногда еще трех игроков обороны НАТО. И пройти в ворот им на прорваться тяжело. Смотрите, как организованно сейчас отошли футболисты НАТО на свою половину поля. Встречают противника, стараются атаковать его как можно раньше. А в центре обороны сейчас не остается в дарам. Присматривает он за Филипповым. Пришел помочь своим защитникам. Из дисциплины у НАТО все в порядке. Отрабатываются границы на полную. И в атаке, и в обороне. Локо. 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 А вот дарам уже впереди. Хорошо играет Юдин. Под кадем мяч у него выбил чистый. Можно сейчас атаковать. А можно было и пропустить мяч, и тогда он вполне бы до Андрея Юдина дошел. Локо. Хотел с пяткой отыграть мяч партнеру, но все равно атака продолжается. И хорошо пошел на край Виктор Новоченко. Подержать атаку. Открыться. Чувствуется уже и устали. Ребята сил не хватает. Был момент для того, чтобы быстро перейти в контратаку. Чуть-чуть задержали в середине поля наши полузащитники. Не смогли помочь нападающим. Хорошо играет Сергей Волгин. Алексей Морозов сейчас спешит на край, открывается, но атака развивается через Виктора Новоченко. Арбитр определил нарушение правил со стороны французских игроков. До ворот где-то 22-22,5 метра. Страхной удар сейчас будут выполнять наши футболисты. Правильно было нарушение правил. Это Жан-Мишель Фери пропустил мяч у себя под ногами и уже в подножку прервал проход Виктора Новоченко. Ну что ж, правда арбитр еще где-то метра на два отодвинул мяч назад. Ну, 23-24 метра. И Владимир Филиппов, вы помните, он со штрафного забил венгерскому клубу. Мимо стенки, но в руки Давиду Моро. И сразу трибуны взорвались. Давид, Давид, Давид поддерживает своего галкипера. Благодарность вратарю за то, что правильно выбрал позицию. Сейчас будет желтая карточка. Руками Алексей Морозов держал Ринальда Продросов. Нет. Российский арбитр посчитал, что нарушение правил желтой карточки не заслуживает. И первая замена в составе Нанта. На поле по 12 номером появляется Денуакоэ. Поменяет он Патрисо Лакоэ. Итак, вместо Патрисо Лакоэ вышел на поле. А футболисты Нанта выполняют штрафной удар. Снова верховая передача. Снова хорошо играет Александр Селимонов. Наши футболисты стали чаще атаковать. Большими силами переходят на левую половину поля. Но пока до ударов, до прицельных ударов, кроме штрафного, который выполнил Владимир Филиппов, дело не дошло. Стараются широко играть. Но вот перевод мяча на фланг оказался не точным. Валерий Жабко выиграл борьбу за верховой мяч. Сергей Волгин. Арбитр определил нарушение правил со стороны Сергея. В прошлом году нас занял 5 место в чемпионате Франции. В этом году вряд ли кто думал о том, что он может составить конкуренцию к тому же парижскому клубу Парис-Анжернену в борьбе за чемпионство. Но Жан-Кланд Сёдов говорил о том, что надо хорошо стартовать. И тогда, может быть, игра у клуба пойдет. Она действительно пошла. И в чемпионате в Кубке УФА футболисты выступают прекрасно. Много забивают. Действительно атакующий потенциал. Нато сейчас высок. Могут забить и Локо, и Уэйтек. Эйд Петров часто забивают. Ну а полузащитники какие? Яфед Дорам, Клод Макелеле. Действительно клуб сейчас в отличной форме. И не повезло, я считаю, Ротеру и Кипсичику, что попали на такую команду в тот период, когда футболисты показывают сильные образцы своей самой лучшей игры. Положение вне игры Кубернара Коя. Бенуа Коя, простите. Только сейчас он появился на поле. И сразу оказалось положение вне игры. Дорам, атака продолжается. Жан-Мишель Ферри оказался на газоне. Волгин. Макелеле. Индорама открылся на крае. Хорошо. Андрей Юдин против него. Короткую стеночку разыграли Федрос Индорам. Посмотрите, как здорово сейчас корпусом оттеснил нашего футболиста не Федорам. Еще одна передача. Финальдо Федрос спешил нанести удар. Спешил и сделал это не точно. Да, вот эти переводы мяча с края в центр штрафной под удар доведены у футболистов Нанда до автоматизма. И прикрыть фланги, заставить поломать излюбленную манеру игры футболистов Нанда Камышинским игрокам в этом матче не удается. Закрыть фланги полностью, исключить эти переводы мяча очень тяжело. Ну и поэтому возникает те острые моменты, много и в первом тайме, и в втором, который мы видели. Все-таки уступают наши двузащитники и крайние защитники французам. И в техническом мастерстве умение вести силовую борьбу, что тоже немаловажно. Попробуйте отобрать мяч или закрыть корпусом неофетом Дорамы. Положение вне игры определяет судья Владимира Филиппова. Сейчас на барабанах футболельщики исполняют уже арии из классических опер. Город большой культуры, очень старый город Нанты, поэтому здесь болельщики балуют на себя и других зрителей. И оперными такими вариациями. Карточка показана Александру Цыганкову. Да, атака игрока сзади. Сейчас все орбитеры ЕСИФА и УЕФА получили возможность карать за такие нарушения с желтыми карточками. А сейчас уже поспешил Кристиан Карамбе. Сразу два его партнера оказались в положении вне игры. Но тут интересная история у нас получилась с Карамбе. В нашей печати прошел материал о том, что это выражение с новой Каледонии... Ну, как можно сказать, не свое имя, даже не свою фамилию. Он и не Кристиан, и вовсе не Карамбе. Мы тут пытались выяснить у французских журналистов, в частности у наших коллег из Канала Плюс, как действительность его зовут. Они сказали, да я в первый раз слышу Карамбе, он и есть Карамбе. Кристиан Карамбе. И вот этот Кристиан Карамбе сейчас хорошо цементирует защиту, а в атаке Гринадо Педро. Поезд сделал хорошую передачу. Филимонов. Хорош. Очень уверенно играет Александр Филимонов. Всего лишь первый год он фиксичек и перешел из Воронежского факела. Он сразу же занял место основного голкипера, играет очень часто. И в этом матче я скажу, что не в первом пропущенном мячей, не во втором. Но это мое мнение, его венец. Ну что ж, близится к концу матч. 2-0 ведут по Борису Нанто. Очень уверенно они проводят сегодняшнюю игру. Очень уверенно. Действительно классная команда, классные футболисты. Тяжелый соперник. Но возможность забить ему, возможность его пройти есть. Я все-таки думаю, немного волновались и перегорели наши ребята. Вот позиционная ошибка. Не знаю. Можно играть. Мне тоже показалось, что просто исполнился мяч французский футболист. Уэдек. И снова перевод мяча туда, в район 11-метровой отметки. Сэрш Ле-Дезе очень активен. Ему сегодня приходится больше играть на месте крайнего полузащитника. Вот он штрафной. Сэрш Ле-Дезе. Тут трибуны так вдохнули. Познакомый сыграл Александр Силимонов. А нам еще раз показывают эту контратаку. С мячом. Мячом был Клод Макелелли. Но арбитр не зафиксировал и не усмотрел нарушение правил. Сразу две замены готовятся производить Сергей Павлов. Пока на поле под 15-м номером появляется Сергей Пименов. Сергей Пименов нападающий. Уменяет он Сергея Наталушка. Сергей Пименов. Много приходилось сегодня работать Сергею Наталушка. Перемещаться по фронту атаки. Отходить назад. Вести жесткие такие воздушные бои с защитниками. Нанта устала. И может быть вести свежие силы в атаку. Пробуют моему, как любят говорить, комментаторы по моему секундомеру. Точнее, по моим часам где-то минут пять осталось играть. Выпускает свежего игрока в атаку Сергей Павлов. Все-таки пытается найти шанс. Но ошибка опять Андрей Юдин. И снова в атаке Уэдек. Хорошо, хорошо. Александр Минаев подстраховал своего партнера, как и положено, центральному защитнику. Смотрим этот эпизод. Выбил мяч на угловой. Чисто. Петров. И Карамбер. Положение вне игры. Не успевает выйти. Атакующий игроки Нанта слишком быстро делает эту передачу Кристиан Карамбежев во второй раз буквально за пять минут второго тайма. И вот вторую замену готовит произвести текстильчик. На поле под 14 номером сейчас готовится появиться Олег Розин. Но пока мяч в игре замену делать нельзя. Пивенов. И Макелеля. Стеночку они сыграли вот с Федрофом. Волгин нарушил правила желтая карточка ему. Да, Сергей Волгин. Много желтых карточек. Ну, понятно. Когда соперник постоянно атакует, постоянно нагнетает темп, играет очень быстро, играет, самое главное, разнообразно. Сейчас без смены и место очень тяжело поспевать за атакующими игроками по этому локерию. И карточек. Итак, под 14 номером на поле выходит Олег Розин. А меняет он Олега Морозова. Ну что ж. Две замены произвел Сергей Павлов. Ждем, что они дадут в конце встречи. Владимир Филиппов пытается достать этот мяч. Нет, Леодезе здесь сыграл. Точнее, аккуратнее. В отборе не удалось Филиппу мяч накрыть. И Петрос выпускает его за боковую. А что определил арбитр? Просто показывает, что надо быстрее мяч вести в игру. Но трибуны ждут более крупного счета, по всей видимости, от своей команды, потому что свистом реагирует на каждую буквально секунду задержки мяча по полицамиде к текстильщика. Олег Розин. Нет, здесь верховую дуэль он не выигрывает. Нарушение правил уже неправильно атакует Владимира Филиппова. Или нет? Нет, неправильно атаковали. Прошу извинения, неправильно атаковали Сергея Пименова. Активно вошел в игру Пименову, естественно. Свежей силы у него больше, чем у других ребят. Издали можно пробить. Волгин сбросил мяч под удар. Удар не получился. Как и в первом тайме, в конце второго сразу появились хорошие моменты. Сейчас, я думаю, неприятно было смотреть на этот эпизод тренером Нанта. Сергей Волгин хорошо сбрасывал мяч своему партнеру. Поиграть, поиграть, зацепиться за мяч. Филиппов. Не получилось. И все, что Леди Зе делает передачу. На Ринальдо Петроса. Положение вне игры арбитр фиксирует. Как недоволен Петрос. Какая у него жажда борьбы. Боковой арбитр зафиксировал, что он до положения вне игры. Но я думаю, тут явное положение вне игры. И у него, и у партнера по команде. Но судя по этому повтору, конечно. Тут не видно момент передачи. Но где-то метра на полтора они были. Три. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Красная карточка. Обязательно красная карточка Сергея Волгину. В центре поля вроде бы... Ситуация-то не вынуждала его так играть. Текстильщику в этом сезоне нечасто удается сыграть оптимальным составом. То травмы игроков мучают. А вот теперь и Волгин получил на ровном месте вторую желтую и, соответственно, красную карточку. И будет пропускать игру. Следующую игру в Москве с Нантом очень неприятно. А вот сейчас секундомер, который нам дают в правом верхнем углу, показывает, что уже идет 46-я минута игры. Подходит к концу этот матч. Нант ведет 2-0. Счет, я думаю, по игре со мной все согласятся. Нант имел преимущество. Наши ребята, конечно же, боролись. Но класс Нанта сейчас выше. И, может быть, мы... Можно судить только по разговорам. Потому как призывал Сергей Павлов вчера после тренировки наших ребят успокоиться. Может быть, волнение, то естественное волнение у многих. Вот этот первый такой серьезный международный матч не дало нашим игрокам возможности сыграть в полную свою силу. А чтобы достойно бороться с Нантом, надо действительно играть в полную силу и показывать свою игру. Ну, может быть, чуть-чуть передержал мяч Олег Розин. Пошел в борьбу сразу с двумя игроками Нанты. Но пошел в борьбу так резко, что те были вынуждены нарушить правила. Подходит к концу этот матч. Я напомню, что на 33-й минуте счет в пенальти открыл Николя Уэдек с очень спорного пенальти. А затем он же на 61-й минуте, опередив наших игроков обороны головой, столкнул передачу с правого фланга Сенжелетезе и сделал счет 2-0. Нант атаковал большую часть встречи. Хорошо очень играют футболисты Нанты. С этим нельзя не согласиться. Здорово. А вот это четверка игроков, Лаковая, Декан, Доран. И Петрос, она просто хорошо блестяще отыграла. Я думаю, что ни у кого не подвернется язык упрекнуть, в чем-то у полистов-тихсильщиков. Нежелание вести борьбу, в том, что они не выложились до конца, просто в этот вечер нам сильнее. Но впереди еще ответная игра в Москве. Ответная игра в Москве. И я думаю, что есть еще шанс у наших ребят побороться за то, чтобы в двухматчевом поединке с Нантом одержать победу. Счет 2-0. Такой шанс нам оставляет. И будем надеяться, что 1 ноября в Москве футболисты из Томышевского декабря этим шансом воспользуются.